Вы знаете, Казахстан более-менее неизвестен даже сегодня другим людям в других странах в мире. И поэтому у меня есть с большим интересом, я поеду в, например, Жезгазган или Талликорган. Это просто приключение. А что вас до сих пор удивляет в людях, живущих в Казахстане? Ну, с большим интересом я видела уважение, с которым молодые относятся к старым. Очень положительный аспект жизни здесь, в Казахстане, по-моему. Что еще? Да, уважение к образованию. Факт, что такие многие молодые хотят постоянно изучать лучше, лучше развивать свои таланты. Мы с вами, я думаю, что мы единственные страны в мире, которые любят добавлять молоко в чай, прекрасно. Это только мы с вами, которые прекрасно понимаем, как приготовить чай. И остальные в мире просто они не понимают ничего. Есть музыкальность в Казахском языке. Я думаю, что это традиция оконов и альтас. Я думаю, что есть параллель на английском языке. Мы с вами имеем традицию поэтов и стихотворения. Да, я думаю, что это общее. Как давно вы изучаете казахский язык? Well, я должна допускать, что это просто нелегкое дело, по моему мнению, изучать казахский язык. У меня была честь иметь две учителя. Одна из Казлорди и вторая из Караганди. И даже они не могли согласиться друг с другом, как произносить это слово. Или как лучше поговорить, объяснить это предложение на казахском. А тем не менее, я думаю, что произношение может быть самая трудная задача тех, которые говорят на английском языке. Например, эти буквы как тьоди, тьодая ка, кха, или тьодая га, л, гарыш, алым. Трудно нам, бедным англичанам. Многие гласные. А, а, о, у, у, у. Да, окей. Мое любимое слово. Ауежай. Или хуже, халак, королок, ауежай. Шесть буквы и четыре из них гласные. Труднее всего. Разве еще одна согласна. Убит вас? Ауежай. Да, самое трудное слово. Я изучала всего три месяца. Было три года назад в Лондоне. Это не оптимально, конечно. Но я получила только три месяца. Я решила лучше использовать этот период. Ну а вот для вас, да, как для иностранного гражданина в изучении казахского языка, что бы вы могли сказать, посоветовать? В первую очередь надо иметь современный словарь и современные учебники. Когда я изучала казахский язык, мне надо использовать учебник на русский язык, чтобы изучать казахский язык. Это просто с русского на казахский. Труднее, конечно. Во-вторых, у вас есть прекрасный мелодичный, музыкальный язык. Это уточенность там. Но, конечно, это значит, что это сложнее, чем некоторые других языков, включая английский язык. И поэтому из-за этого возникает вопрос о реформе, язычной реформе. Редактор субтитров А.Семкин